Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ваш вопрос достаточно короткий, но довольно емкий. Как представить жертвовать собой, своими желаниями ради желаний других? Другие ведь не ставят меня на первое место. А до меня это не доходит, я стараюсь заниматься собой, только все без толку. Ну, в первую очередь, наверное, имеет смысл спросить, а как вы с собой занимаетесь, что вы в это вкладываете? Дальше, вы говорите о том, что, ну, вот да, вы с собой занимаетесь, но только все без толку. А какой толк должен быть от этого, ну, по вашему мнению, да, по вашему впечатлению, то есть, что должно быть? А вот, а какого результата вы ждете, чего вы ожидаете? Вот, потому что, ну, на мой взгляд, довольно логично, что если вы с собой занимаетесь, то это как-то имплементируется в ваш стиль жизни. Вот, а вы, получается, что вы с собой занимаетесь, и это как-то, вы знаете, выведено вовне. Вот, то есть, ну, типа, я с собой занимаюсь, да, но вот делаю это, знаете, как, как-то вот с повышенным, ну, то ли напряжением, то ли вот с повышенным каким-то вниманием к этому, да? То есть, ну, даже не вниманию, а скорее акценту на это. Вот, то есть, если вы с собой занимаетесь, то как? Как именно вы это делаете? Как вы с собой занимаетесь, и что именно вы делаете? Дальше. Я думаю, что, ну, если вы понимаете, что вы с собой жертвуете, да, и своими желаниями, то я думаю, что он, вы это как-то замечаете. Либо вы это замечаете под фактом, либо вы это замечаете как-то вот непосредственно, может быть, в момент, когда это происходит, да? Но как-то вы это замечаете. Соответственно, что это означает? Это означает, что нарушается ваша личная граница. Вот, то есть, вот, что есть то, чего хочу я, я это игнорирую ради того, чего хочешь ты. Ну, вот, соответственно, я игнорирую то, чего хочу я, потому что через то, что хочешь ты, я надеюсь что-то получить, что это, и что для этого делаю лично я. Да, да, вот, следующий момент, у вас существуют негативные установки, обесценивающие по отношению к себе. Вот, в частности, мой коллега, который сказал, что вам нужно себя полюбить, Кудрюшев и Грилан, это очень правда. Только момент в том, что полюбить себя это процесс, это не какое-то такое состояние в виде какой-то стадии определенной, достигнув которой вы сразу все решите. Нет. Любовь к себе развивается, этот процесс, и этот процесс может происходить всю жизнь. Не обязательно, правда, при участии психолога. Но, тем не менее, вот, первый шаг к тому, чтобы себя полюбить, то есть себя принять, это, пожалуй, выяснить эти негативные установки, обесценивающие. И некую такую, можно сказать, условность в восприятии себя. Да? А вот. Дальше. У вас есть страхи. И страхи, страхи, во-первых, вами, скорее всего, нерационализированы, то есть что будет, если вы перестанете жертвовать собой ради, ну, вот, например, других людей, да, как это вы делаете сейчас. То есть что, что произойдет, что случится, вот, если вы, ну, вот, перестанете это делать, например, если вы перестанете с собой жертвовать. Вот, ну, давайте вот в качестве примера возьмем, допустим, то, что вы останетесь с собой, ну, к примеру. Да, то есть вот я перестану жертвовать собой и останусь с собой, вот, а что произойдет, если вы останете с собой, вот, если вы останете с собой, вот, как вы, ну, допустим, поймете, что вы остались с собой, как вы это поймете? Вот, вот, у вас такое состояние уже было, чтобы я оставался с собой, и так далее. Дальше. Другой мой коллега, Борис Пустинский, написал вам о том, что вам нужны свои планы, свои цели. Это правда. Только момент в том, что для того, чтобы у вас были свои планы и цели, необходимо развивать свою чувствительность. Чувствительность к себе. Вот, ну, в первую очередь. В первую очередь, чувствительность к себе. К себе самой чувствительности. То есть, кто я, например, да? Как я себя ощущаю, как я себя чувствую сейчас. Что со мной происходит сейчас. Какая я сейчас, например, с этим человеком. Ну, вот, допустим, ну, конкретно, вот. Конкретно с тем или иным собеседником, который, вот, с которым вы сталкиваетесь. Вот. Понимаете, да? То есть, необходимо чувствительность. В первую очередь. Этой чувствительности у вас нет. Началось. Дальше. Когда человек с собой жертвует, он делает очень важную вещь. Он достигает какую-то выгоду. Вторичную выгоду. Элемент вторичной выгоды. То есть, то, что я получаю от этого. Элемент вторичной выгоды очень силен. Пока вы не увидите этот элемент вторичной выгоды, пока вы не вплетете этот элемент вторичной выгоды в свою потребностную сферу, опять же, ничего не получится. Но для того, что вы всегда будете тяготеть к тому, что вы хотите. Замать нужно признать. Ну вот. Тем самым, немножко подкорректировав свой образ. Образ, значит, себя. И дальше вам будет легче. Следующий момент. Если вы с собой жертвуете, то, наверное, вы это делаете почему-то. То есть, вы пришли из какой-то такой вот среды, да, где это было, ну, видимо, социально поощрялось. То есть, поощрялось, когда я с собой жертву. Поощрялось, когда я приносил себя в жертву, там, условно говоря, ну, другим людям. Вот. То есть, вы пришли из... Соответственно, сейчас, на данный момент, что вы делаете? На данный момент вы спрашиваете, как представить собой жертву? Ну, понимаете, момент в том, что, что, если бы это было легко, вот, ну, просто вот, вверху, да, и пристал с собой, эх, пристал с собой жертвовать, то вам не нужна была бы наша помощь. Вот. Вы с собой жертвуете, потому что вы так привыкли. Вот. Вы с собой жертвуете, потому что вам, эээ, ну, как бы, эээ, вам так, эээ, вас так научили, ну, грубо говоря, вот. То есть, не просто так, эээ, вы с собой жертвуете. Вот. Вы с собой жертвуете, именно потому, что вас так научили. Вот. Значит, нужно следить от вами, от кого вы узнали. эээ, от кого вы узнали, эээ, что, эээ, с собой нужно жертвовать. Вот. Это тоже очень важный момент. Эээ, следи, следище. Эээ, человек жертвенный, это тот, кто не несет ответственность за свою жизнь. Эээ, нет, это, эээ, совсем не означает, абсолютно, не означает, того, что, человек, эээ, например, себя не обеспечивает, это совершенно не означает, эээ, того, что, человек, относится, к себе как-то, как-то, ну, плохо. Вот. Нет. Это означает лишь то, эээ, что человек, когда, ээээ, ну, принимает какие-то, какие-то решения. Вот. Он не оставит себя, эээ, перед фактом, эээ, своего выбора. То есть, перед фактом того, что, этот выбор сделал я. Что этот выбор, ну, сделала, сделала, я. Что это вот, эээ, ну, условно говоря, Эээ, ну, мое решение. Вот. Эээ, тут, больше, эээ, присутствуют, эээ, такие моменты, как, эээ, на меня заставили, например, эээ, меня вынудили, эээ, так получилось, так сложилось, и так далее. То есть, вот, ээээ, такие аспекты, имеют события. И, эээто, ключевой момент, личная безответственность. ээээ, вот. То есть гиперосветственность, получается, по отношению к другим людям. Вы проявляете безответственность по отношению к себе. Я бы сказал, что данный перекус можно и нужно выправлять. Вот. И учиться говорить нет. То есть учиться чувствовать свою внутреннюю, так скажем, силу. Вот. Которую сейчас, на обаный момент, вы, скорее всего, не ощущаете. Ну, просто вот, ну, непривыкливые просто. А, непривыкливые это чувствовать. Вот. К сожалению. Ну, ничего страшного. А психолог вас может научиться этому. То есть, иными словами, речь идет о том, что вам нужно двигаться не в сторону того, чтобы переставать. Ну, ну, условно говоря, да? А что ты делаешь? Речь идет о том, чтобы смотреть, от чего же я хочу. Насколько я эффективно действую, для того, чтобы получать вот то, чего я хочу. Понимаете, да? Ну, на мой взгляд, вы действуете неэффективно. Раз, снова и снова, как-то вот сюда, ну, возвращаетесь. А, в этом, ну, в этом состоянии. Вот. Получается, что вы действуете неэффективно. И вы не получаете того, что хотите. Вы голодные. То есть, это потребность, которая вызывает голод. И, естественно, что вы будете стремиться к тому, чтобы получить то, что вам нужно. Вот. Это нормально? Это логично? Поэтому, переставать делать, ничего не нужно. А вот, лучше разбираться в своих потребностях, которые у вас есть. Лучше, лучше в них разбираться. Но, вот это, очень даже, хорошая история. Очень полезная вещь для вас. Но, это требует определенных усилий. Определенного внимательности. Определенного внимательности. Это требует определенной внимательности. Специально. И, соответственно, к себе. К тому, что вы делаете. И, соответственно. К тому, что вы делаете. и так далее то есть это вот именно индивидуальная работа здесь вам могла бы помочь как мне видится. Индивидуальная работа могла бы подсказать вам в каком направлении вы можете шагаться. Естественно что лучше всего здесь знать историю вашей жизни. Естественно что лучше всего здесь понимать вашу личность скажем так. Ваши особенности. Индивидуальные ваши особенности. Понимать то что вам ценно важно. То есть ну вот ваши приоритеты. Сейчас на данный момент, на данный момент, у нас нет такой информации. И получается что все что мы можем это гадать. А гадать не лучшая история. То есть я не думаю что к гаданиям можно прийти к чему-то хорошему. Поэтому первый шаг, чтобы перестать, как вы говорите, собой жертву, первым шагом будет выбор психолога, выбор специалиста. И начало индивидуальной работы. То есть вот позаботьтесь о себе. Позаботьтесь о себе. Вот так. То есть ну сделайте для себя. Сделайте что-то для себя. И это кстати к вопросу о том, что вот вы занимаетесь собой, да? И вы молодец, что вы собой занимаетесь. Но идея заключается в том, опять же повторюсь, что именно вы для себя делаете. Вот если вы себя заставляете заниматься собой. Ну, например. То это та самая жертва получается. Ничем эта история не отличается от, ну, вашего, скажем так, привычного, ну, привычного жертвования с собой. Возможно, именно поэтому у вас ничего не выходит. Потому что меняется, ну, меняется, какие-то, какие-то вещи, вот. Меняется, так скажем, периферия. А суть? Суть не меняется. Суть остается такой же. И возможно, именно поэтому у вас нет. Вот, ну, того, что можно было бы назвать прогрессом. Прогрессом. Потому что из состояния жертвы выйти страшно. Ну, потерять вот в какой-то степени свою свободу страшно. Ой, потерять свою не свободу страшно. Столкнуться со свободой тоже страшно. Что вы с ней делать-то будете? Вы же не привыкли к ней. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok